Привет, друзья! С вами Денис Семенихин, и сейчас вы увидите новый комплекс упражнений. Но прежде я бы хотел ответить на несколько вопросов в предыдущем видео. Кстати, все вопросы, связанные с питанием для достижения идеальной физической формы, теперь обсуждаются на новом канале, который я создал. Он называется «Суперпитание». Так что, ребята, подписывайтесь, будем там спорить и смотреть практическое применение всех правил в питании. Теперь относительно прошлого видео. Вы задавали несколько интересных вопросов, которые требуют ответа. Относительно пульса во время выполнения суперсерии, да и вообще во время тренировок. Смотрите, при силовых тренировках пульс не должен повышаться очень сильно, даже при высокой интенсивности. То есть, когда вы сочетаете несколько упражнений в одном. Я бы сказал, что предел 140-150 ударов, пожалуй, я бы сказал, что это разумный предел. Если у вас даже при силовых нагрузках, при интенсивных, повышается пульс и становится выше 160 ударов, значит, вам нужно выстраивать аэробную базу или, скорее всего, вы недостаточно тренировались аэробно. Еще один вопрос относительно амплитуды движения. Абсолютно согласен со всеми теми, кто ратует за полную амплитуду движения. Я сам, друзья, посоветовал бы, что грудные мышцы делать с короткой амплитудой вообще нет смысла. В грудных мышцах обязательно растягивать, обязательно сводить. Причем, когда гантели не дают нам свисти, мы используем кроссоверы, чтобы стянуть и задействовать внутреннюю часть грудных мышц, когда они полностью сведены. Что касается дельтовидных мышц, ситуация несколько иная. Во-первых, сустав очень уязвимый. Плечевой сустав. Не мне вам рассказывать, вы прекрасно это знаете. Когда плечо, анатомическое плечо, проходит через уровень горизонтали, всегда происходит некий проворот в суставе, то есть вы слышите щелчок. Это надо учитывать. Поэтому амплитуда здесь отличается от амплитуда здесь. Не стоит никогда делать подъем через сторону и проходить горизонт. Поэтому варьируйте амплитуды, используйте разные упражнения. Я не говорю, что тот комплекс, который я показал, что это единственно приемлемый вариант сделать подъемы через сторону или, как вы их называете, махи с короткой амплитудой. Сделайте когда-то с полной амплитудой. Сделайте с фиксацией вообще. Сделайте подъемы перед собой. Варьируйте, удивляйте свое тело. Ну чего, смотрим комплекс упражнений. Вы часто задаете мне вопрос, как наиболее быстро и эффективно набрать мышечную массу. А я постоянно показываю вам суперсерии, потому что я считаю, что рельеф более важен, чем мышечная масса. Но сегодня мы как раз уделим внимание набору мышечной массы и тому, какими методами, с какими весами и какими упражнениями нужно этого достигать. Итак, все вы знаете, что для того, чтобы набирать мышечную массу, нужны тяжелые веса. Мышцы рук это тот образец, что ли, или та группа мышц, на примере которой сегодня я покажу вам, как бы я тренировался, если бы моей целью было сейчас увеличение мышечной массы. Тяжелый вес, да, но сколько повторений делать, какую интенсивность выбирать, какова пауза между подходами. Об этом всем мы сегодня поговорим. Давайте начнем. Первое упражнение, которое посоветовал бы я, это сгибание рук на бицепс, сидя на наклонной скамье. Почему именно это упражнение? Потому что в силу биомеханики и точки крепления бицепса, растяжение этой мышцы наибольшее в нижней точке, когда рука выпрямлена. Поэтому это упражнение, опять же, на мой взгляд и на моем опыте, наилучшим образом наращивает массу бицепсов, потому что мышца полностью растягивается и достаточно полно сокращается. Я не делаю сгибания поочередно, я сначала делаю заданное или нужное количество раз одной рукой и лишь потом делаю то же количество раз другой рукой. Потому что мне проще сфокусировать свое внимание на той конкретной группе мышц и конкретно на этой руке, которую я тренирую в этот момент. Теперь о количестве раз. Я бы нацеливался раз на 10 и, соответственно, вес выбирал бы, тот, с которым вы можете сделать 10 раз. Но после того, как я сделал то количество раз и уже гантель не поднимается выше, сделайте хотя бы несколько частичных повторений. Вот так, до боли. И теперь, не отпуская гантель, я перехожу к другой руке. То есть левая продолжает ныть и я продолжаю терпеть, уже фокусируя внимание на правой руке, где я сделаю то же количество раз. Все это делается на выдохе и потом будут сделаны еще парочку частичных повторений. Хорошо, но куда же без супер серий. Даже в тренировках на мышечную массу я сделаю бицепс, тут же сейчас сделаю трицепс и лишь потом мы отдохнем пару минут. На трицепс мы сделаем французский жим с гантелей. Используется для этого вертикальная скамья. Локти старайтесь держать как можно ближе друг к другу. Спину прижимайте к скамье. Ребят, значит здесь не нужно пружинить. Останавливайтесь в крайних точках. Следите за моей техникой. Не рискуйте локтями. Обязательно контролируйте вес постоянно. В верхней точке остановились. Опустились плавно вниз. Вдохнули. Остановились. Выдохнули. Вот таким образом раз за разом мы делаем этот французский жим. Ребят, с бицепсами, трицепсами 6 раз, 5-6, как в жиме лежа, не подойдет совсем. И даже 8 маловато. Цельтесь раз на 10, может быть даже 12. И потом, когда не можете, покачайте частичными. Чуть-чуть, чуть-чуть. Вот так. Я сделал подъем на бицепс или сгибание на бицепс, сидя на наклонной скамье. Сделал 10 раз, 2-3 частичных, пока не отключилась рука. Другой рукой, не отпуская гантели. Сделал раз 10, 2-3 частичных, пока не отключилась. В принципе, для самых голодных и самых желающих добиться больших результатов, еще чуть-чуть добавить одной рукой и еще чуть-чуть добавить второй рукой. После этого переходим ко второму упражнению. То же самое, полных повторений 12 и частичных несколько. И потом бросили, и заслуженный отдых. Отдыхаем, расслабляем мышцы, тянемся. Через 2 минуты делаем вторую суперсерию. Еще через 2 минуты третью. Можно сделать таких 5-6 суперсерий. После этого все, ребят, с руками на этот день все. Сколько раз в неделю вы спросите? Скажу раза 3-4. Вот так и тренируемся. Спасибо, что смотрите. До новых встреч.